МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это концепт-дизайн кино. Сегодня мы расскажем о концепт-арте, одном из самых привлекательных, важных и творчески интересных направлений в кинопроизводстве. Как правило, кинопроект проходит через длительный подготовительный период. Прежде чем слова из киносценария обретут кинематографическую плоть на большом экране, и зритель по достоинству сумеет оценить задумки режиссера. Одним из первых на творческую вахту заступает концепт-дизайнер, который чаще всего работает в связке с художником-постановщиком и режиссером картины. Именно он создает изображение или концепт-арт, во многом определяющий визуальную эстетику и тональность будущей картины. Роль концепт-дизайнера возрастает многократно при работе над фильмами в жанре фэнтези и научной фантастики, когда режиссер под присмотром армии продюсеров планирует потратить бюджет, равный бюджету маленького африканского государства, на создание полностью выдуманного мира. Концепт-арт, как и раскадровка, пришли в игровое кино достаточно давно. Например, в 30-е годы прошлого века покадровый план и подробные иллюстрации стали привычны для всех проектов Уолта Диснея. Этот талантливый режиссер и прагматичный бизнесмен умел запустить производственный процесс и выжать максимум из своих подчиненных. Удивительно, но оригинальная трилогия «Звездные войны» Джорджа Лукаса фактом своего существования многим обязана художнику Ральфу Макуорри, который работал над концепт-артом. Именно рисунки Макуорри стали основным аргументом Лукаса в ходе убеждения руководителей киностудии дать ему денег на казавшийся многим странным кинопроектом. В дальнейшем концепты Ральфа Макуорри стали творческим мостиком, связывавшим различные производственные департаменты. Другой великий голливудский фильм, «Бегущий по лезвию» Риттли Скотта, смотрелся бы так же совершенно иначе, если бы не Сид Мид, который придумал облик футуристических кварталов мегаполиса и разработал дизайн летающих полицейских машин. В настоящий момент в голливудской обойме более ста концепт-дизайнеров, среди которых есть подлинные звезды с определенной специализацией. Джеймс Клайн и Райан Чорч прославились в качестве художников футуристического транспорта мегаполисов и инопланетных миров, а Джерард Маранс и Невил Пейдж сделали себе имя, как создатели диковинных существ. В эксклюзивном интервью нашей программе Джерард Маранс рассказал о специфике своей работы над голливудскими кинопроектами. «Могли бы вы описать свою работу? Чем занимаетесь?» «Чем я занимаюсь? Меня нанимают режиссеры и продюсеры для привизуализации монстров, которые будут показаны в фильме. Иногда я получаю от клиентов краткое описание внешности таких героев, после чего отправляем целый ворох набросков, чтобы они выбрали понравившийся им образ. После этого я добавляю в концепт детали и делаю персонаж реалистичней. Но иногда клиент не присылает мне ни описания героя, ни сценарий и ждет от меня творческих предложений». «С чего начинаете работу над каждым персонажем?» «Зависит от потребностей клиента. Предпочитаю разрабатывать дизайн с наброской и постепенно делать героя все более реалистичным. Но многие клиенты хотят видеть фотореалистичный образ на ранней стадии, поэтому я часто работаю сразу в 3D в программе Zbrush, где моделирую персонаж с нуля. Затем переношу его в сцену, и заказчик получает полностью готовое компьютерное изображение. Иногда рисую образ в фотошопе, используя фотографии для нанесения текстур. В этом случае дизайн также по максимуму стараюсь приблизить к финальному, чтобы клиент получил представление об облике персонажа на экране». «Какой из персонажей оказался наиболее сложным в плане создания?» «С самым сложным? Дайте подумать. Наверное, Кракен, которого я создал для Битвы Титанов. Мне пришлось подготовить около 500 скетчей, рисунков и концептов персонажа, прежде чем режиссер и руководители студии определились с выбором. Следует всегда помнить, когда работаешь над подобными проектами, что вам придется порадовать не одного человека, а учесть мнение многих людей. Режиссер всегда согласовывает свои творческие решения с руководителями студии. Подобное положение вещей, когда нужно многим угодить, слегка осложняет творческий процесс и увеличивает время работы над дизайном. Это происходит на крупных проектах. «Зеленый фонарь» был одним из таких фильмов, где решение принималось группой людей. В случае с фильмами с меньшим бюджетом, когда имеешь дело только с режиссером и еще парой человек, работа над дизайном проходит быстрее. То же самое касается случаев, когда режиссер достаточно сильно контролирует проект. Я работал над третьими трансформерами Майкла Бэя. Также создавал дизайн для Спилберга. Эти режиссеры обычно имеют четкое видение, они знают, от чего хотят, и им не нужно ничего согласовывать с другими, поэтому работа иногда продвигается немного быстрее. Российские кинематографисты, когда речь идет о крупных проектах, также уделяют внимание концепт-арту. И для августа 8-го Джаника Файзиева, и для Сталинграда Федора Бондарчука художники студии «Мейн Роадпост» создали десятки концептов, во многом определивших видеоряд этих военных фильмов. Среди российских художников есть настоящие самородки, талант которых востребован на крупных голливудских фильмах. Например, Алексей Кожанов был одним из концепт-дизайнеров в кинокартины «Прометей» Ридли Скотта. В настоящий момент Кожанов закончил работу над картиной «Трансформеры эпохи истребления» Майкла Бея. Залогом успешного переноса сценария на большой экран является тщательная и талантливая проработка видеоряда на подготовительном этапе, поэтому роль концепт-арта «Трудно переоценить». Продолжение следует... Продолжение следует...